Мимо многочисленных ресторанов и кафе, что усеивали набережную столицы мира Террелиокерекс, шел человек, который сильно выделялся на фоне аристократов и прочих сановников. Он был одет в простую и удобную одежду, что в большинстве своем носили все наемники, а вот местные обитатели скорее напоминали алтари церквей Министорума. Столько шелков и золота было на них одето. Вольный стрелок постоянно ловил косые взгляды и слышал насмешки, пока шел до одного из самых дорогих отелей планеты. Позволить себе снять номер в Санктуме мог не каждый местный аристократ, однако новый наниматель Альберта Уорда, по всей видимости, обладал воистину колоссальными ресурсами. Один из его слуг нашел Уорда в баре, принадлежащем мученикам, местному картелю, члены которого служили цепными псами местного кардинала. После выполненной для них грязной работы, Альберт получил не только увесистую пачку тронов, но и неограниченный доступ к запасам алкоголя. Время от времени Уорд путешествовал по планетам, нанимаясь в качестве вольного стрелка к различным синдикатам, картелям и бандам или же присоединяясь к группам таких же одиночек, которых судьба и общий наниматель свел вместе. Незнакомка предложила Альберту поработать на имперского чиновника, посулив большие деньги. Недолго раздумывая, он согласился, так как Уорд потихоньку начал привлекать внимание местных арбитров, а влиятельный чиновник наверняка бы решил любые проблемы с законом. Лишь бы заполучить такого опытного убийцу, как Уорд. Как только Альберт вошел в фойе, путь наемнику сразу же преградили местные громилы, чьей форме позавидовали бы даже мардианские гвардейцы. Сбоку, словно некрон из карманного измерения, появился администратор, который уже предвкушал, как разотрет в порошок очередного наглого простолюдина, посмевшего войти в столь роскошное место. Однако сзади раздалось вежливое покашливание, и некто раздвинул охранников своими сильными руками. Взглянув на новоприбывшего, Уорд замешкался. Он помнил ее как скромную служанку, облаченную, подобно всем придворным, в неброскую одежду и плащ. Сейчас же незнакомка, что назвалась Сильвией, никак не походила на прислугу. Панцирный доспех черного цвета с накинутой поверх мантии явно скрывал дорогую бионику, иначе вряд ли бы она с такой легкостью смогла раздвинуть этих амбалов. Однако замешательство вызвало совсем не это, а небольшой кулон, что висел на шее Сильвии. Этот кулон снился в кошмарах всем жителям Империума, так как был отличительным знаком могущественнейшей организации Имперской Инквизиции. Старший дознаватель Вольска с испугом произнес администратор отеля. «Чем могу служить?» «Вы задерживаете гостя моего господина», – холодно ответила дознаватель. «Вместо того, чтобы выкидывать его на улицу, для начала бы поинтересовались, к кому он пришел». Посмотрев на Уорда, она усмехнулась и произнесла. «Лорд Инквизитор ждет. Следуй за мной, если еще не передумал». Не дожидаясь ответа, Сильвия пошла к лифту. Альберт, взвесив все за и против, все же пошел за девушкой. Пройдя к лифтам, где их ожидали еще двое околитов, Уорд и Вольска зашли в кабинку и отправились в расположение Инквизиции. Как это обычно случается, в лифте повисло неловкое молчание, которое решился нарушить наемник. «К чему был весь этот вчерашний спектакль?» – спросил он. «Разве нельзя было прямо сказать, что Инквизиция заинтересована в моих услугах?» «Кардиналу не обязательно знать, что мой лорд проводит свои операции где-то поблизости. А Санктум славится тем, что никогда не выдает секретов своих гостей», – ответила девушка. Поднявшись на предпоследний этаж, наемник обомлел. По коридорам туда-сюда основали техножрецы, обсуждающие что-то с савантами администратума. Были там и такие же, как и он, вольные стрелки, а также другие оперативники. Такого разношерстного сборища Альберт никогда не видел. По коридорам слонялись не только присущие каждому Инквизитору бойцы и агенты, вроде штурмовиков и адептов Министорума, но и арбитры, убийцы из культов смерти и многие другие. В одном из номеров он увидел группу, состоящую из мартиургов и разрушителей культов, и те, и другие были отвратительными людьми, похуже некоторых бандитов. В переполненных преступниками ульях арбитры и местные силовики постоянно нуждаются в услугах людей, которые больше тяготеют к многочисленным казням, чем поддержанию правопорядка. Большинство подобных людей состоит в отрядах смерти, которые являются последним весомым аргументом местного губернатора в борьбе за власть. Есть подобные и среди арбитров и местных силовиков, как раз именно таких людей и называют мартиурги. Мартиурги по натуре одиночки, так как их идеалы уж слишком далеки от общепринятых, а количеством крови, которое они пролили, можно было бы задобрить даже к Хорна. Де-факто они являются санкционированными имперским правительством убийцами, которые наводят страх не только на банды и местных жителей, но и на местных силовиков, солдат СПО и даже членов тех же самых отрядов смерти. Некоторые полагают, что они намеренно обрывают все связи с внешним миром, чтобы в случае чего не охотиться на своих друзей и родственников. Альберт уже встречался с ними ранее. После романа с дочерью одного влиятельного торговца, Уорду пришлось неделю бегать по катакомбам от пары мартиургов, пока им не поручили более важную цель. А вот на разрушителей Уорд наткнулся случайно. Во время войны банд на одном далеком мире Улья, несмотря на то, что любые культы, кроме имперских, официально запрещены и при первом появлении уничтожаются инквизицией и арбитрами, в Империуме становится все больше и больше поклонников темных богов. Это стало следствием тщательной маскировки всевозможных культистов, что зачастую начали распространять свою заразу внутри радикальных политических кружков или целых партий. Такая организация при должном рвении способна захватить власть на планете, даже не прибегая к силовым методам. А так как культы все чаще стали возникать не только на задворках городов, но и в высшем обществе, арбитры не стремятся устраивать постоянные рейды, дабы не вызвать лишних подозрений и внимания инквизиции. Поэтому судьи стали использовать для поиска культов преступников, которым предоставляют небольшой выбор, служение и, помилование или же немедленная казнь. Большинство все же неохотно соглашается, хотя находятся и такие представители криминального мира, что даже без помилования готовы оказывать любое содействие властям из-за своей крайней набожности. Следуя дальше по коридору, Уорд прошел мимо номера, переделанного в часовню, в которой молились представители диаметрально противоположного мировоззрения. Слева от входа под руководством священника-отступника совершали обряды пожирателей грехов, в то время как справа под надзором черного жреца молились экзорцисты и пирокласты. Со священниками-аблационистами Альберт никогда не сталкивался, но часто слышал о них от других наемников. Он считал их психами, потому что какой адекватный человек променял бы служение в сытном приходе на изучение темных искусств. Для большинства граждан Империума изучение и применение колдовства – это богохульное деяние, которое моментально может пожрать душу смельчака. Однако для жрецов-отступников пожертвовать душой ради спасения человечества вполне приемлемо. Но далеко не каждый священник Министорума способен присоединиться к аблационистам, так как для них очень важна сила веры конкретного кандидата. Поэтому они избирают лишь самых чистых душой и истово верующих клириков, которые под влиянием инквизиторов-аблационистов становятся мощным оружием против врагов Империума, овладевая тайными искусствами. Подобно демагогам хаоса, отступники всегда окружены последователями, которые в большинстве случаев являются их охранниками и боевиками культа. Отличным примером таких воинов среди аблационистов являются пожиратели грехов – мужчины и женщины, что желают встать на путь избранных палачей, должны пройти ряд чудовищных обрядов и испытаний веры, после которых они приносят клятву делу аблационистов. Во время испытаний будущий пожиратель грехов должен исповедоваться в любом грехе, который он совершал, или о котором просто задумывался. Под хоровое пение слепых жрецов кандидат прилюдно каялся в каждом грехе, после чего ему наносили на тело ритуальную печать раскаленным железным клеймом и вырезали порочные символы освященным клинком, который был омыт кровью еретиков. Исповедь продолжается, пока тело будущего пожирателя грехов полностью не будет покрыто смесью священных и нечестивых символов. После окончания таинства кандидат принимает помазание пеплом из крематория. С этого момента и до конца жизни душа пожирателя грехов считается погибшей и несущей отпечаток столь сильных проклятий, что больше ни один грех не способен запятнать ее. Вооруженные демоническим оружием эти святые воины несут очищение и уничтожение всем силам варпа, что встанут у них на пути. А вот более благочестивые по имперским меркам экзорцисты действуют немного другими методами. С детства они воспитываются в приходах Министорума, как воины и ревнители веры. Большую часть времени они занимаются укреплением своей веры в бога-императора. Однако многочисленные шрамы и бионика говорят о том, что боевому искусству они обучаются ничуть не меньше. Но не одна лишь экклезиархия обучает экзорцистов. Множество людей в феодальных и диких мирах также стремятся найти знания, которые помогут им в сражениях с тварями хаоса. Такие самоучки не имеют официального духовного сана, однако пользуются большим уважением среди членов церкви. Обучаясь самостоятельно, экзорцисты, родившиеся на таких мирах, часто помогают инквизиторам заполнить пробелы в знаниях о древних угрозах, про которые они узнали из местных легенд или пророчеств. Эти святые воины – одно из мощнейших орудий в руках Орда Малеус, так как их способности и опыт не раз спасли Акалитов и даже инквизиторов от падения в пучину безумия. У Орду всегда было не по себе, когда рядом был один из охотников на демонов, так как это означало, что где-то неподалеку либо демон, либо, что еще хуже, инквизитор Орда Малеус. Хуже инквизитора были лишь черные жрецы. Будучи таинственным культом внутри Министорума, жрецы в некоторой степени являются аналогом инквизиторов. Они специалисты по изгнаниям и убийству демонов, а также неплохие исследователи, что ведут многочисленные расследования по поиску культов от имени имперской церкви. Если некоторые инквизиторы предпочитают не выделяться, и порой их можно спутать с рядовыми гражданами, то черного жреца можно различить издалека. Все жрецы носят длинные черные мантии и тяжелые мечи в заплечных ножнах. С этими служителями церкви Уорд столкнулся, когда охранял миссию Министорума на одном из феодальных миров. На его памяти еще никто с такой грацией не отрубал мутанту голову. А вот пирокласты, как и большинство солдат инквизиции, в большинстве своем не обучаются инквизиторами или священниками с раннего детства. Они довольно молодое боевой крыло калексидской инквизиции. Пирокласты берут свое начало в 643 году 34 тысячелетия, когда на агромире Дрея произошло заражение варпом урожая, что предназначался для уплаты имперской десятины. Когда в инквизиции об этом узнали, то выслали на мир три полка имперской гвардии, вооруженных исключительно огнеметами, чтобы те уничтожили опасный урожай и всю растительность в радиусе 10 километров. Поняв эффективность данной методики, инквизиция создала на мире святыни Рэшия учебный комплекс, где начала готовить будущих пирокластов. Все они закаленные ветераны гвардии, что либо давно служат инквизитору, либо совсем недавно были рекрутированы. Многие из них уже имеют опыт в обращении с огнеметами, однако в комплексе им раскрывают природу очищающего огня и его тайны. В течение шести месяцев новобранцы постигают все таинства, после чего возвращаются к своему повелителю или же присоединяются к свите другого инквизитора. Уорд и не подозревал, что чертов отель настолько огромный. Альберту казалось, что они прошли уже несколько километров, но покоев лорда инквизитора еще не было и в помине. Проходя мимо очередного номера, наемник заметил оперативников, которых прежде никогда не видел. Рядом с гололитом стояли и что-то обсуждали странный техножрец, мужчина в красной мантии, обвешанный печатями чистоты, держащий в руках посох с открытой книгой и милая девушка с болтерной снайперской винтовкой, неизвестной Уорду модели. Заметив интерес и недоумение, написанное на лице Альберта, Вольска, кажется, впервые за вечность заговорила. Техножреца зовут Флавий, он наш техноэкзорцист. Из названия наверняка понятно, что он специализируется на изучении и изгнании демонов, овладевших механизмами, и пораженных порчей духов машин. Все техноэкзорцисты известны своей интуицией и неортодоксальными методами, так как зачастую ситуация, в которую они попадают, не поддается машинному анализу, так любимому всеми техножрецами. Смесь технических навыков и знаний о природе варпа делают этих последователей бога машины ценными и труднозаменимыми агентами на службе Инквизиции. Ты же наверняка слышал шутку, что только в Калексиде существуют четыре великих ордосы Инквизиции – Ксенос, Еретикус, Малеус и Механикус. Шестеренки с радостью разделяют такое мнение, так как сотрудничество с Инквизицией дает им доступ ко всем технологиям и артефактам, что могут быть получены в ходе расследования. Эта секта Механикус появилась во второй половине 36-го миллениума и была основана магасом Ремором, который таким образом решил подготовиться к возвращению проклятого варпом космического скитальца. Практически каждый служащий Инквизитору техножрец может стать техноэкзорцистом. Для обучения требуется лишь официальное прошение, подписанное Инквизитором и старшими магасами. Далее кандидат отправляется на Бороспань, в логово последователя Ремора, где ему имплантируют механодендрит, снабженный многочисленными гексограмматическими печатями и заставляют пройти испытания. Кандидату за три часа необходимо изучить все записи о пораженных варпом технологиях, а затем еще за три часа ответить на 7000 вопросов. После успешно завершенного испытания техножрец получает сан и открывает для себя огромные архивы Малеус, которые помогут ему в будущем служении. Девушку, стоящую слева от Флавия, зовут Анна Ренуар. Она агент Великого Реликвария, а если точнее, то у одного из его хранилищ Реликвария 26 агентов прикомандировывают к инквизиторским свитам. В руки инквизиторов Малеус частенько попадают очень интересные вещи, в обмен на которые Реликварий дает доступ к необходимым инквизитору экспонатам. Что же касается самих агентов, то они отличные переговорщики и умеют вести дела с любыми аристократами, вне зависимости от их происхождения и ранга. Зачастую при каждом знатном дворе Калексиды есть несколько агентов, которые заняты поиском или получением артефактов. Однако с некоторыми владельцами Реликвий договориться не удается. И тогда агенты Реликвария 26 применяют силу. Они достаточно хорошо снаряжены и обучены, чтобы вырвать артефакт из холодных рук особо жадного владельца. «А тот странный парень с книжкой на шесте?» – спросил Уорд о последнем члене странного собрания. «Это Мариус. Он искатель истинных имен демонов, один из самых полезных членов свиты. Как ты понимаешь, теперь ты работаешь на Орде Малиус, и обратной дороги нет. Поэтому я вполне могу поделиться с тобой парой наших секретов. Так вот, призывать демона даже самого вшивого – дело непростое. Порой культиста целыми поколениями пытается его вызвать. Однако имея на руках истинное имя вызываемого демона, культисты намного быстрее связываются с почитаемым отродьем. Имя также помогает загнать его обратно в арб, поэтому многие дознаватели, священники и прочие по своей воле отправляются на поиски таких имен, чтобы подготовиться к отражению возможной угрозы. Искатели берут свое начало от свиты Инквизитора Адарджин, что была одержима преследованием и уничтожением могущественных демонов. Во время охоты на одну из таких тварей, она узнала его истинное имя и отправилась на битву. Несмотря на свою героическую гибель, она смогла остановить демона, за что была удостоена чести навсегда остаться в памяти местных инквизиторов, которые с радостью переняли ее практику по поиску имен. Практически все Искатели не имеют никаких отличительных знаков своих полномочий или же каких-либо высоких рангов. При становлении Искателем не будет и никаких официальных церемоний. Обучение также не предвидится. Каждый Искатель опирается лишь на собственные знания. Однако им доступны все ресурсы Малеус, от обрывков древних пророчеств до описания темных ритуалов. Большинство Искателей могут отдать всю свою жизнь на поиски единственного имени, могущественного демона. Некоторые не особо разумные Искатели во время таких поисков могут попытаться обуздать демона, чтобы использовать его силу для помощи Империуму. Опаснее таких глупцов только те, кто невольно начинает уважать демона, чье имя они ищут. В то время как некоторые и вовсе начинают поклоняться ему. Скажу прямо, Искатели еще те параноики и неспроста. Кроме озлобленных культистов, на них порой ведут охоту и слишком ярые представители нашей организации. Поэтому их паранойя скорее проявление здравого смысла. Время за разговором о местных агентах пролетело незаметно. Наконец-то Уорд предстал перед массивными дубовыми дверями, которые вели в личный покой Инквизитора. Рядом с дверьми, словно статуи в храме Бога Императора, застыли двое вооруженных щитами и мечами воинов. Вольска вышла вперед и, показав инсигнию, сказала «Доложите лорду Инквизитору, что новый рекрут прибыл». Войны кивнули и тут же скрылись за дверьми. Не зная, насколько долго может затянуться ожидание, Уорд присел на стоящую в коридоре скамью. Пока Сильвия осталась стоять рядом с дверьми. Молчание быстро надоело наемнику, и он снова завязал разговор. «Кто это такие?» – спросил Альберт. «Ты ни слова не сказал, когда мы проходили мимо разрушителей культов и черных жрецов. Но никогда не сталкивался с крестоносцами, серьезно?» Иронично ответила Вольска и, не получив ответа, продолжила. «Ну хорошо, время у нас есть, так что слушай. В любом уголке Империума найдется истинно верующий в бога Императора воин. Скорее всего, он принадлежит к одному из множества военно-духовных орденов, что существует на всей территории Царства Людей. Для этих воинов-монахов религиозное служение и война – это одно и то же, поэтому они нередко совмещают приятное с полезным. Среди подобных орденов особенно выделяются мало кому известные за пределами Инквизиции дома крестоносцев. Крестоносцы – самоотверженные благородные воины, что поклялись служить святым ордосам. Такие дома могут быть разных размеров, от нескольких десятков членов до нескольких тысяч. Некоторые из их резиденций находятся неподалеку от важных для Инквизиции объектов. Другие же расположены прямо в крепостях Ордосов. Например, на Трезубце в Улье Сибелос расположено несколько таких домов, воины которых всегда рядом и готовы сопровождать Инквизиторов туда, куда тех приведут их обязанности. Каждый крестоносец перед поступлением на службу приносит торжественную клятву – защищать Инквизитора. С этих самых пор он становится не просто охранником, а правой рукой и карающим мечом своего господина. Для того, чтобы присоединиться к тому или иному дому, кандидату придется пройти проверку на чистоту души, однако без приглашения одного из старших крестоносцев определенного дома. К нему нельзя будет поступить на службу. И даже после этого новую кандидатуру будут долго рассматривать. После одобрения будущий крестоносец сначала приносит клятву своей новой семье. Во время клятвы он отказывается от любых личных амбиций, титулов и имущества, после чего приступает к долгим тренировкам. Дома крестоносцев обучают своих членов всем аспектам ближнего боя, и несмотря на то, что различные дома обучают своих членов сражаться различным оружием, большинство крестоносцев предпочитают длинные силовые мечи, зачастую очень древние. Такое оружие, как правило, очень почитаемое и украшено различными надписями и печатями чистоты. На нем зачастую нанесены имена и подвиги предыдущих владельцев, которые напоминают крестоносцу о долге и о том, что его предшественники наблюдают за ним. Однако встречаются крестоносцы, что предпочитают сражаться древковым оружием. Они владеют им так искусно, что способны одним ударом сломать клинок противника. Вместе со своим оружием крестоносцы используют щиты-подавители, украшенные гербом Инквизиции и дома, которому принадлежит крестоносец. Эти щиты имеют внутри небольшой генератор силового поля, создающий оглушающий разряд при отражении удара оружием. Такой разряд в большинстве случаев оглушает противника, позволяя воину нанести смертельный удар. Кроме того, щит может содержать осколочный или мельтый заряд, чтобы быстро уничтожить группы противников или одного крупного. После окончания обучения крестоносец живет в аскетичной каменной келье, где проводит все свое свободное время от тренировок, в размышлениях и молитвах, ожидая, пока Инквизитор призовет его на службу. Лишь только Вольска закончила свой рассказ, один из крестоносцев вышел из-за двери и жестом приказал Уорду следовать за ним. Удачи, наемник, она тебе понадобится, сказал одознаватель на прощание хлопая Альберта по плечу. Скорей подписывайтесь на наш сайт, где вы найдете более 900 былинных сказов, больше тысячи репортов и массу хоббийных обзоров.